Добрый день, уважаемые болельщики! Ну, на самом деле, всю свою карьеру, наверное, начинал первый там по школе и профессиональную карьеру начинал с центрального нападающего, потом иногда сдвигали на фланг, там чуть не шло, потом опять ставили нападающего, ну, в итоге как бы переучили, но все равно ближе тянет к воротам, как бы крайне именно бровочник, это не мое, наверное, да, там с края, но ближе к воротам, там заходить в центр, да, это да, а чисто бровочника играть, как бы немножко для меня не то. Привел меня дядя, папин двоюродный брат, как бы у меня в семье спортсменов нету, папа так хоккей любит, ну, тоже не особо не спортивный, там, мама тоже, то есть, я не знаю, наверное, в дядю пошел, а не папин двоюродный брат футбол играл, и он меня привел в семь лет к тренеру, которому, у которого он занимался, как бы я хотел в футбол играть, потому что у меня не было там приоритет, и папа хотел и на борьбу отдать, там, и я много чем занимался, там, и шахматы любил поиграть, да, и борьбой, и в теннис поиграть, и в хоккей, в хоккей, правда, на коньках стоять не умею, но в тапках ходил, ну, в кроссовках, там, ботинках ходил на льду, на озеро расчищали, делали площадку игровую, но, как бы, когда начал футболом заниматься, ну, это все для меня, это, как бы говорится, сердцу не прикажешь. Ну, жалеть о чем-то не стоит, потому что у меня был выбор либо крайнего полузащитника играть, либо сидеть на лавке, потому что конкуренция была впереди высокая, а мне было всего лишь 17 лет, но, естественно, мне хотелось играть, и я достаточно тяжело переучивался, а что касается сейчас попробовать с удовольствием, я, причем, в первый год в ФНЛ я играл центрального нападающего, даже такого оттянутого при стогове в химках, поэтому я не думаю, что я что-то забыл на этой позиции. Да, наверное, ничего там не предвещало, ничему и ничего не мешало, потому что я отыграл там полгода, как бы, немножко плохо адаптировался к такому футболу, все-таки перед Локомотивом играл по второй лиге в 16 лет, и немножко разный футбол. И я хотел вернуться на тот футбол, в который я начинал играть. Поэтому, не знаю, верно это решение было или нет, но что случилось, то случилось. Ну, честно скажу, да, очень тяжело, как бы, химки стали моим вторым домом, я себя чувствовал там как дома, как бы, со всеми были отношения хорошие. Ну, как бы, надо двигаться было дальше, сидеть я там не хотел однозначно, поэтому, что случилось, опять же, то и случилось. Жалеть, как бы, не стоит, потому что жизнь продолжается. Чем-то особенным, ну, я не знаю, не могу сказать, как бы, много было радостных событий и нерадостных. Как бы, смена тренеров много, часто было, ну, как часто было, ну, она была. Ну, там, не знаю, прям, чем там можно. Ну, как бы, ну, база хорошая, футбольные, тренировочные поля, атмосфера на стадионах, болельщики, с которыми я в очень хороших отношениях, которые, я, которые знаю, что они меня любили, поддерживали. А что-то там прям выделить такое, ну, нет, обычная кухня. Ну, как бы, варианты были, как бы, не только, понятное дело, факел. Но, когда выбирали, решили сюда, что, во-первых, это футбольный город, как бы, стадион, болельщики. Я знаю, что во второй лиге, когда они там играли, там больше десяти тысяч приходило. Во-вторых, генеральный директор Асхабадзе, как бы, в «Спартаке» он работал, это тоже в какой-то мере сыграло. И плюс заинтересованность главного тренера, эти все факторы. На место абсолютно не смотрел, потому что это ФНЛ, тут две игры подряд выиграть, тут уже будешь в серединке. То, что идем сейчас так неудачно, ну, я думаю, это дело времени. При таком отношении к работе, я думаю, результат придет. Честно, я об этом не думал, для меня тяжелый вопрос это. Я, ну, не буду отвечать, потому что тут много причин, не хочу их озвучивать. Как будет складываться игра, там и видно будет. Именно знаком, близко. Я так, ну, Олега Дмитриева знаю, он там, мы в одном городе, он в области родился, я в Смоленской области, я сам из Смоленской. А так, как бы, ну, пересекались со многими, там с Русланом Коряном, с Ромой Косинчуком, с Мишей Смирновым, ну, как бы, пересекались с полкоманды. Честно, когда я играл нападающего центрального, был всегда Киржаков и Луис Суарес. Как бы я всегда, когда мне кто-то спрашивал, я называл эти фамилии. А так, как бы, ну, импонирую, знаете, стараешься брать от всех игроков что-то по чуть-чуть. Ну, а кого-то выделить там, ну, не хочу. Ну, с детства за Манчестер Юнайтед. А сейчас, как бы, тоже за них, ну, опять же, наблюдаю за играми многих команд. Ну, на встрече с болельщиками перед Курском узнал. Так не знал, а узнал там Курск, Белгород, Тула. Поэтому это настрой вдвойне. Ну, мне бы хотелось, но с другой стороны, задача забить гол. Неважно, какой он будет. Да, красивый, красивые есть голы, но я думаю, болельщики будут радоваться, и я в том числе, и команда, когда просто будет забит гол. И победами. Первое время на рыбалку ездил, сейчас вечерами там в зал хожу, в бассейн, вот как-то так, особо времени-то свободного и нету. А почему уже все решили, что он вылетит? Факел, я не уверен, что он вылетит. И об этом думать сейчас надо наоборот думать, как бы выправить ситуацию. А думать о том, что Факел вылетит, ну, я не хочу об этом думать. И я думаю, каждый член команды не хочет об этом думать. Первый, опять же, запоминающий гол в моей профессиональной карьере за Смоленский Днепр. Потом там же я со штрафного забил метров с 35, наверное, от боковой линии, от скамейки запасных. Первый гол в ФНЛ за Химки в ворота Сибири. Ну и теперь первый гол за Факел. Честно, есть задачи клуба, и я их не разделяю со своими. Наша общая основная цель – закрепиться в турнире на таблице. Понятно, этот год тяжелый будет, потому что команду собрали с нуля, мало времени на подготовку будет. Наша и моя личная основная задача – и ребят закрепиться, допустим, там в серединке, а на следующий год сохранить состав и уже решать более какие-то задачи. Потому что для города, я думаю, они могут сделать все возможное, чтобы, например, команда поставила задачу выхода. Ну, команда хорошая, как бы сплоченный коллектив друг за друга, как бы, ну, все дружно делаем по поводу задачи, да. Нету ничего такого криминального. Там выиграть две игры подряд, ты уже в середине будешь. А где ты выиграешь две игры подряд, там уже и эмоциональный всплеск будет, ну, вот этот подъем такой будет, и уже захочется третью выиграть, четвертую. И сейчас, как бы, мы там провели кубок, выиграли, ничью сыграли на выезде, выиграли дома с Енисеем ничью. Сейчас там поражение от ротора. Но думаю, у нас все впереди. Команда хорошая, осталось чуть-чуть сыграться, наиграть. Опять же, все видели там, допустим, игру с Енисеем, когда там мяч три раза по ленточке катался, когда защитники выносили с линии ворот. Ну, что надо сделать, чтобы он туда зашел? Я как бы, не знаю, мы создаем моменты, мы вроде бы доводим до удара дело, но он не хочет туда идти. Значит, он зайдет, он до этого не шел туда, с тексильщиком аж на четыре забили, да, там еще могли забить. Сейчас он не идет, но лучше, по мне, лучше выиграют все игры там по 1-0, нам надо эти разгромные победы разгромные, потому что за забитые мячи там очки нам лишние не дадут. Ну, сейчас прям, ну, перед глазами запоминающийся матч, опять же, все эти вот эти камбэки. В Смоленском Днепре с Долгопрудным мы играли, мы 2-0 проигрывали после первого тайма, 3-2 выиграли в итоге. И причем последние два мяча мы забили за пять минут до конца основного времени. В Химках тоже камбэки были, и с Тюменью мы дома играли, мы на 82-й пропустили, 2-1 горели. И в итоге 3-2 выиграли, там, 91-й, 93-й. И с Мордовией мы играли 3-1, 3-1 мы проигрывали, 1-0 повели, 3-1 проигрывали, 3-2 первый тайм закончили, в итоге 4-3 выиграли. Камбэки, как бы, камбэки приятные. И в психологическом плане, эмоциональном, это действительно хороший такой момент для подготовки к следующей игре, то есть ты понимаешь, что надо играть до конца, до последней минуты, нельзя раньше останавливаться. И когда у тебя раз камбэк, тот же самый, два, и ты никогда не остановишься. Ты не остановишься, там, на 70-й минуте, на 80-й, на 89-й ты не остановишься, потому что ты будешь знать, что у тебя, грубо говоря, с добавленным временем еще минут пять есть, и ты можешь забить. Честно, мы не обсуждали этот момент. Я знаю, что там факел еще ни один пенальти, да, за все туры не пробил. И в Химках, кстати, никто не обсуждал этот момент. Просто когда был у нас Красножан, я пенальти на тренировках, я один из пяти мог забить. Вот он не шел туда, и все, он не шел. Красножан, там, Юрий Анатольевич со мной на деньги там спорил, говорит, на 100 рублей забьешь, не забьешь, там, на 200, на тысячу, чтобы какой-то стимул быть. Но он не шел туда, я проигрывал, заносил, но при этом я не остановился. И тот же самый пришел Шалимов, я знаю, что ему тогда сказали, что он пенальти не очень, и в итоге у нас там в Сочи мы били, я был вторым в списке, потому что я тренировка все равно тренировал их. И он, ну, я думаю, он видел же, наверное, он не стал слушать никого. Получается, Руслан Болов не забил, я там два забил, и у меня пошло, я как бы не промахивался. Я помню, Мордовия. Да, Мордовия я не забил пенальти. Но там, как бы, сам неудачно пробил, я знаю, в чем там причина, в чем вина. А здесь, я не знаю, честно, но будет пенальти, я думаю, на месте решим, кто уверен, тот и пойдет. Я, как бы, уверен, но есть одна, как бы, примета, не скрывал никогда, и сам не ходил бить. Вот с Мордовии пошел, не забил, и до этого два раза было, что если сам зарабатываешь пенальти, как бы, не иди бей. Вот ей, да, я три пенальти пробил, там, по второй лиге я их не забил. Два, по-моему, не помню, честно, сейчас не скажу. Факт тот, что те пенальти, которые я не забивал, я зарабатывал сам. Если, грубо говоря, момент шел, там, 30-40 секунд, пока ему подскажут рефери, я думаю, это ничего страшного. А когда там пауза затягивается на 3-4 минуты, да, это уже, как бы, ну, мышцы остыли, как бы, надо заново разбежаться, ну, все эти дела. Если бы, например, Варфанели был бы, но, например, с Енисеем на Мазуре и на Ильюхе поставили бы пенальти во втором тайме. Я говорю, тут, с одной стороны, хорошо, да, там, судьи меньше будут ошибаться, ну, как меньше, они не должны вообще ошибаться. А с другой стороны, вот эти эмоции футбола теряются, там, когда гол забиваешь, вроде ты бежишь, радуешься на эмоциях. Тут Варфанели, два сантиметра вне игры. Ну, естественно, там уже думаешь, да, ну, нахрен, и, ну, и все в этом роде. К нам, когда, вот, перед сезоном на сбор в Новогорске приходил рефери с РФСа, не помню фамилию, не скажу, и как бы нам дали четко понять, если игрок, который находится вне игры, как в данном случае, там, не помню, Санай или кто там был, он находился вне игры. И если он принимает участие в эпизоде, а он там действительно принимал участие, он прыгал, и вот игрок, который забивал, это вне игры. У него и рефери изначально предупреждает. А зачем он его предупреждал? Он подошел, говорит ему в Волгограде, говорит, если, ну, типа, ты стоишь вне игры, любая, любая помеха, это вне игры. Это сам судья там сказал. Любая помеха, это вне игры. Ну, вот вам помеха. Он бьет, он тоже прыгает. И как бы он тоже самое, можно сказать, дезориентировал Стаса. Это, ну, если боковой поднимает вне игры, ты вроде соглашаешься, идешь, потом ставишь в итоге на центр, я не знаю, как. Да, с одной стороны, не он забил. Да, согласен, не он забил. Но если правила изменились, и любое движение, которое человек стоит вне игры, любое его движение, а там действительно было движение, там на повторе видно, что он выпрыгивал, делал этот кивок, да, он не попал, но это вне игры. И, ну, не знаю. Как бы я думаю, в примере лиги его бы наказали. Тут не знаю, что будет. Болельщикам могу сказать только пожелать одно терпение. Я думаю, при вашей должной поддержке, какая была все эти игры, пока я здесь, мы, думаю, придем к результату, к нужному результату. Всех вас жду 21 сентября в 18.00 на наш центральный стадион на игру с химками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова